Привет, мои хорошие! Сегодня мы с вами начнём английский. Немецкий. Начнём немецкий с ноля. Вам видно мою картинку. Первый юнит. Сегодня называется ИХ. Записывайте ИХ. Произносится ИХИ. Лавкий знак в конце. ИХ это я. ДУ. ТЫ. Но я буду идти нормальным темпом по видео. Вы будете себе останавливать, делать паузу и записывать. ДУ это ТЫ. ЭР или ЭР это ОН. ЗИ она. ЭС оно. ВЕР. ВЕР. Мы. Я. ВЫ. ЗИ они. И ЗИ вы. В немецком языке есть три ЗИ. Вот это ЗИ. Это ОНА. Вот это ОНИ. Хотя вы можете поменять их местами. Но так как ЗИ стоит между ОН и ОНО, то я думаю, что это ОНА. Да? ЗИ они. Множественное число. И ЗИ большую букву. Это уважительная форма. Это ВЫ. Да? Сейчас мы с вами посмотрим, какая между ними разница, как эти пристыки различать. Да? И все ПЕРЗОНАЛЬ ПРОНОМЕН. Это местоимения личностные. Как их различать. ПРОНОМЕН. СЮА ПЕРЗОНАЛ. Местоимения для лиц, для особей, для людей. Подменим. И вот он говорит ИХ. Показывай про себя. Я. ДУ показывает на нее. Ты. ЗИ. Это РЕСПЕКТ. Это ВЫ. Э. Это ОН. Показывает на нее. ЗИ. Это ОНА. Девочка. ЭС. ОНА. Моё сенькое дитё. ИЯ. Это ВЫ. Вас двое. ВИЯ. Это МЫ. Мы идем с тобой. ЗИ. Это уважительная форма. К ВАМ. Вас двое. Окей. И ЗИ. Это ОНА. И ВОН ОНА. И ДУ показывает. ОНА. Что у нас тут за табличка? Табличку необходимо переписать к себе в тетрадочку. Делайте в тетраде таблицы. ЗИ. ВИЛА. Это единственное число. ПЛУРАЛЬ. Это множество. Первая особь. Вторая и третья. Первая особь единственного числа. Это ИЬ. Это Я. Первая особь множественного числа. Это ВИЯ. Мы. Вторая особь. ЗИ. Это ДУ. Ты. ИЗИ. Уважительная форма. Во множественном числе. Вторая форма. Второе лицо. Это ИЯ. Вы. Когда вы бежите вдвоем. Вас много. ИЗИ. Вы. Вас много. Когда это уважительная форма. Как неудобно, когда здесь этот квадратик с камерой, надо показывать книжку. Третье лицо единственного числа это он, она, оно, as, и флюраль это они, множественное число. Если вам непонятно, пишите в комментариях, будем разбираться. Местоимение для вещей, вещи, das, messe, messe это нож, он среднего рода будет с артиклем das. В немецком языке есть артикли, которые ставятся возле существительных, как во множестве, так и в единственном числе. Нож среднего рода заучивайте, пишите, вы не знаете этого слова еще. Поэтому, вы на любой уровень, да, на любой пишите das, messe это нож, нож среднего рода, не мужского, как у нас. Diegabel это вилка, это она, sie. И derlöffel это ложка, это вообще он, ложка, er. Diegabel это чашечки, sie, они. Все, теория закончилась. Теперь смотрим на практику. Первое упражнение. Ergänze die, diepronomen. Добавьте. Добавьте местоимение sie, это к вам обращаются на вы. Если после глагола стоит sie с большой буквы, да, в большинстве случаев, в случае задания, это означает, что к вам обращаются новые органзии, диплономы. Добавьте местоимение. Sprachen Deutsch. Окончание N. Ну, наверное, здесь мы не будем акцентировать внимание на окончании, потому что это presence. Presence они еще пока не дали целую временную форму. Они дают только местоимение. Показывают вам людей, что это мы, да, якобы. Откуда мы знаем, что это мы? А где, можете где-то, вот они, вот идентичные картинки. Вот они, это V, идут, взявшись за руки. За руки. Вот они опять-таки. И мы списали сверху, что это V. Wir sprechen Deutsch. Мы разговариваем на немецком. Wir sprechen Deutsch. Вторую картинку еще. Вторая картинка. Два серьезных мужчины. И тут написано sie. Он смотрит на него, указывает пальцем V. Фидер говорит, haben Sie Zeit? Имеете ли вы время? Я вас попрошу эти фразы записывать для начала с переводом. Да, делать вот такое вот кладбище слов, которое мы потом закинем в Quizlet и будем учить нормально в карточках, живьем, заданиями. Haben Sie Zeit? Имеете ли вы время? Hildsch, он показывает на тебя, ты. Так. Где же, где же, вот. Du, вот они. Hildsch, du, мне поможешь ли ты мне? И он показывает пальцем, это он, ээ. Покажу вам он, 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 вот ээ. Ээ из программира. Окей. Упражнение номер два. То же самое. Ergansi, n'ti, дипаномен. Ergansi, добавьте в старикопилочку, что Ergansi, это добавить. Добавьте листые имени. Das ist Herrgupter. Это есть Gergupter. Он родом из Индии. Erg, ну, er, да? Пишите, er, где он тут работает? Он родом, kommt, приходит, aus, из Индии. Das ist Frau Kiyoka. Это есть Frau Kiyoka. Erg, она, она по-немецки, это sie, да, где-то тут есть. Erg, kommt aus Japan. Erg, она родом из Индии. Erg, она родом из Индии. Так, разобрались? Это немецкий. Они, это sie, да? Если их много, это они, sie lernen Deutsch. Второй цвадь. Hallo, Anna. Привет. Hallo отличается от английского hello не только произношением, но и написанием. Немецкий hello пишется через ein, да? А английский через i. Это я рассказываю на английском. Hallo, Anna. Woher kommst du? Du. Woher kommst du? Я родом из Нью-Йорка. Ich komme aus Нью-Йорка. Mark und Dominik. Wo vont? Mark und Dominik. Где живете вы? Я. Wo vont ihr? Вы. Где наш Я? Вот он. Wo vont Я. Мы живем во Франкфурте. Wir wohnen in Frankfurt. Wir. Где-то wir. Wir, wir. Где же ты? Вот и wir, wir. Так. И guten Tag. Wie heiße? Как зовут вас? Добрый день. Guten Tag. Dag. Произносится как k. Так. Guten Tag. Wir heißen Siem. Вот у вас большой буквы. Wir heißen Siem. Guten Tag. Ich ja. Ich heiße Däbde. Roland Däbde. Спасибо большое, дорогие. Пока этого хватит. Завтра я вам распишу. Вот это распишу. Хорошо. Переварить информацию. Не ленитесь. Пишите в тетрадочки. Если что-то непонятно, пожалуйста, обращайтесь. Будем решать этот вопрос. И делайте словарик. Окей. Проверить прочитание мы не будем. До встречи. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...